Трежними остаются достаточно высокими. Самое дешевое из них стоит в районе 100 долларов. Кроме того, внесло небольшую сумятицу известие о создании Diamond Monster 3D2, который заметно опережает во всем параметрам предыдущие модели акселераторов. А ведь кроме Diamond Monster 3D2 существуют еще и Diamond Monster 3D2 SLI и другие модели. Для определения наиболее оптимальной модели были проведены тесты 3D акселераторов. В качестве тестов были за это следующие приложения, как наиболее ресурсоемкие. Quake 1 и Quake 2 для проверки скорости OpenGL. В ходе работы были протестированы следующие акселераторы. Diamond Monster 3D, Diamond Monster 3D2, Diamond Monster 3D2 SLI, Creative 3D Blaster, Diamond Viper 330. Тестирование проводилось на машине следующей конфигурации. Intel Pentium 250 MMX с памятью 128 МБ. Разрешение экрана 640 на 480 и 800 на 600. Именно такие параметры выставлены сейчас на большинстве компьютеров пользователей. Как мы можем убедиться, Diamond Monster 3D неконкурентоспособен. Это уже вчерашний день. Выходные характеристики этого акселератора значительно ниже, чем у других. А вот при взгляде на показатели, полученные после тестирования Quake 2 на Diamond Monster 3D2 и Diamond Monster 3D2 SLI, мы можем наблюдать любопытный факт. С Diamond Monster 3D2 Quake 2 выдает 51,3 кадра в секунду. В то время как с Diamond Monster 3D2 SLI этот показатель увеличивается всего до 502 кадров в секунду. Как предсказывают специалисты, большой тенденции к падению цен на Diamond Monster 3D2 не предвидится. Стоит он сейчас в районе 250 долларов. Если учесть, что на тестировании Diamond Monster 3D2 SLI выдал примерно такие же показатели, а стоит он в два раза дороже 500 долларов, то разумнее на данный момент было бы остановить свой выбор на Diamond Monster 3D2. Я решил вернуть к жизни вызывающую ностальгические слезы Prince of Persia путем переселения этой плоской аркады в трехмерное пространство. Иными словами, создать Prince of Persia 3D. Компания Red Orb Entertainment, одна из составляющих Groderbund Software, официально заявила, что такой проект существует. До этого все хранилось в глубочайшем секрете. В отличие от стрелялок от первого лица, игрок будет находиться в позиции наблюдателя. В Prince of Persia 3D будет свойственна плавная анимация, ловушки в старом стиле и наипростейший интерфейс, как и в первой части, но теперь в сочетании с передовой 3D-технологией. Сюжет, конечно же, базируется на Тысяча и Одной Ночи. Окончательный вариант игры должен выйти в начале 99-го года. Поступает информация о готовности нового мишн-пак для Quake 2 от фирмы Rogue, под названием Ground Zero. Сиквел будет включать в себя 14 уровней, наполненных монстрами, среди которых 3 новеньких. Сталкер, паукообразный мутант, одинаково хорошо бегающий по полу, стенам и потолку. Кэрриар, летающий гигант, вооруженный без зубов и к тому же рожающий летучих камикадзе. И Black Widow, черная вдова, про которую пока ничего не известно. Четыре новых вида оружия. Долгожданная мотопила, бронебойное ружье, пушка, стреляющая с густками антиматерии, и плазменный луч, который поражает врага на любой дистанции. Два типа мин. Proximity Mine, прилепляющаяся к любой поверхности, и Tesla Mine, стреляющая молниями. А также жуткая бомба из антиматерии. Детонирует через 4 секунды после закладки и уничтожает все. Обещаны также специальные артефакты для Deathmatch, для которого предусмотрено от 10 до 15 уровней с отличным дизайном. Фирма Blizzard заявила, что движок для игры Diablo 2 уже готов, и сама игра появится на прилавках уже в конце 98-го года. По словам авторов, новый движок значительно лучше предыдущего, хотя Diablo не станет трехмерным и останется в привычной изометрической проекции. Сам игровой процесс не претерпит существенных изменений. Стены станут выше, освещение разноцветным, а движение персонажей гораздо более реалистичным. Сюжет станет масштабнее и сложнее. От того, как сложатся ваши отношения с окружающими, будет зависеть дальнейшее прохождение игры. Сможет ли Diablo 2 стать хитом, пока же это время. Но принимая во внимание бешеную популярность первой части, коммерческий успех ему обеспечит. Что может быть более серым и скучным, чем объективная реальность? Как нестерпимо хочется шагнуть за ее пределы. Побывать в совершенно иных мирах, где царят иные законы. Вам тоже этого хочется. Ну что ж, в этом нет ничего сложного. Для того, чтобы стать настоящим обитателем иных миров, совсем не обязательно становиться пациентом психушки или регулярно употреблять галлюциногены. Расстаться с объективной реальностью можно гораздо более безболезненно для себя и окружающих. К вашим услугам ролевые игры. В этих играх ваша задача не просто громоздить штабеля убитых врагов или искать сокровища. Ваша задача именно жить в далеком причудливом мире. Одной из самых популярных новинок жанра стал Might & Magic 6. Mended to Heaven фирма New World Computing. Серия Might & Magic пользуется устойчивой популярностью на протяжении многих лет. А серия стратегических игр, действия которых разворачиваются в том же игровом мире, Heroes of Might & Magic, пожалуй, даже еще более популярны. В этом мире действуют не только старые добрые физические законы, но и законы магии! Здесь никто и слыхом не слыхивал о напалме, боеприпасах объемного взрыва, фосфорных бомбах. Роль всех этих средств ведения боя могут сыграть заклинания магов, достигших в своей специальности высот профессионализма. Мир этот населен не только и не столько людьми. Люди мирно уживаются с гномами и эльфами, ведут постоянные войны с гоблинами и оборотнями. В небесах парят драконы всех цветов и оттенков. Вы набираете команду искателей приключений и отправляетесь в путь. Что же заставило ваших героев сняться с насиженных мест и ринуться навстречу неизвестности? Ну, конечно же, они собираются спасти мир от происков сил древнего зла. Искатель приключений может легко найти приключения всех видов на свою голову. Обширные подземелья и заброшенные гробницы, таящие в себе как неисчислимые сокровища, так и неисчислимые толпы монстров. Есть, а кого затупить сталь меча и в кого метнуть фаербол. Битвы могут вестись по вашему выбору, либо в пошаговом режиме, либо в режиме реального времени. Кроме того, вы можете в любой момент поучаствовать в гладиаторских сватках. За победу над численно превосходящей толпой врагов вы можете получить весьма изрядную сумму денег и еще более изрядное количество очков опыта. Системные требования Windows 95, 16 мегабайт памяти рекомендуется 32, Pentium 90 рекомендуется 133, Sound Blaster, 4-скоростной CD-ROM, мышь, джойстик в такой игре, сами понимаете, не нужен, 3DFX, сетевая игра и игра через интернет. Ну все, до встречи в далеких и загадочных мирах фэнтези. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok